Вы наши герои. Салют будет в вашу честь. Мы, ваши матери, сестры, ждем вас домой с победой. Письма с наилучшими пожеланиями. Их пишут и отправляют на фронт для наших солдат серебряные волонтеры. Добрые дела делают по велению сердца, без перерыва на выходные и праздники. В этом году я уже связала 32 пары. Я могу, вот сижу, телевизор смотрю, за вечер связать один носок. То есть, если никто не отвлекается, за субботу, за воскресенье у нас получается где-то пара. В холод теплые вещи для солдат на вес золота. За новогодние праздники волонтеры связали 150 пар шерстяных носков. С пряжи помогли благотворители, в том числе депутаты Единой России. О необходимости специальных носков добровольцам подсказали врачи госпиталя. Специально для госпиталя один носочек на ногу, а второе называется культа, если ампутирована нога. Вот специально так и делают. Мы вставляем туда шоколадочки, иконочки, записочки. Все это, чтобы ребятам было, ну вот, такие вот, разных размеров. Вот, девочки стараются. У нас есть и вот такие. Есть разные. Есть, если ампутирована нога, то это у нас идет на бедро. Тем, кто не умеет вязать, работы тоже хватает. Делают так называемый сухой душ. Наш боец достает вот эту тряпочку, наливает буквально 30 миллилитров воды, и вот мы начинаем ее вот так вот сжимать. Вот так вот сжимать, и вот она появляется. Чем больше ты сжимаешь, тем больше у тебя появляются пены. Геотекстильный отрез пропитывается специальным гелем. Его хватает на все тело, что очень удобно для использования в полевых условиях. Большим спросом пользуются и универсальные снуды. Они легко трансформируются в шапку и в балаклаву. И вот мы затянули. Ничего себе. Вот у нас получилось. Вот такая вот балаклава. Девчонки это сами разработали, сами нарисовали. Только за два дня рукодельницы сшили более 200 снудов. В приемном пункте все тщательно сортируется, упаковывается, подписывается. Два-три раза в неделю гуманитарный груз, собранный серебряными волонтерами, отвозят на фронт благотворительные организации. Стать участником общего доброго дела могут все желающие. Теплые вещи принимаются по адресу. Одинцова, улица Молодежная, дом 18. Полина Бахова, Андрей Безуглый, телекомпания Одинцова.